Мир вам, братья и сестры! Продолжаем серию проповедей, рассуждений на тему Церковь по Слову Божьему. Сегодня проповедь будет покороче. Заранее просим, приносим извинения, потому что у нас еще большая встреча с молодежью, большое общение, такой открытый разговор. Надеемся, что Господь благословит. Итак, продолжаем тему о Церкви Церковь по Слову Божьему. И в основании, то, что я читал в прошлый раз, и продолжаю читать это же слово, напоминаю, Деяние апостолов, 20 глава, 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, «Пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел в себе кровью Своею». Каждый раз, читая это местописание, обращаю внимание на вот эти слова «Церковь Господа и Бога». Когда мы говорим «Моя Церковь» или «Церковь Ифлием», наверное, ничего там плохого нету, и это хорошо. Когда мы отождествляем себя со своей Церковью, значит, мы ее любим, мы о ней заботимся. Мы любим не просто Церковь, а любим друг друга. Но Церковь по-настоящему – это Церковь Божья, собрание людей Господа и Бога. И, как я говорил в прошлый раз, это удивительно, братья и сестры, что Бог искупил, написано, искупил себе, приобрел себе кровью Своею, а вручил Церковь нам с вами заботиться друг о друге. Это удивительно. В этой серии мы с вами говорили о принципах, о Церкви, что такое настоящая Церковь, какой должна быть Церковь по Слову Божьему. В прошлый раз мы, среди прочих истин, говорили о том, что в Церкви Иисуса Христа должно быть развито ученичество, но ученичество не в каком-то заоблачном смысле, а ученичество в том, что каждый из нас призван учить себя и учить других. Если с точки зрения возраста, это понятно, что старшие должны учить младших, подсказывать, может быть, ограждать. В прошлый раз мы с вами говорили о сестрах. Писание учит, что старицы, старшие сестры должны учить, призваны учить молодых сестер, любить семью, любить детей, любить мужей. И это была необходимость и в первом столетии, и в 21 веке. И многие другие вещи, которые старшие братья должны учить младших, когда мы учим друг друга, это есть ученичество, подсказывать, чтобы становиться лучше. Поэтому в Церкви должно быть ученичество. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что настоящая Церковь, по слову, это Церковь, где руководители являются благочестивыми людьми, святыми людьми. И они обязаны показывать пример. Они ограничены, это благословенное ограничение. Ходить в рамках Божьей святости, строгости, серьезности, целомудрия, любви, работать над собой. Нет ни одного человека и руководителя без недостатков, но руководитель должен работать над собой, чтобы показывать пример. Этот пример для всей Церкви. Поэтому Церковь, по слову, это Церковь, которая благочестивые руководители. И Павел писал Тимофею, кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. И там перечисляются вещи, непорочен и так далее, и так далее. Мы об этом вкратце говорили. Вы знаете, что мы проходим первое послание Тимофею. Будет время, когда мы дойдем и до третьей главы первого Тимофея на утреннем собрании. Немножко подробнее разберем эти качества служителей. Сегодня я хочу остановиться вкратце еще на двух вещах. Церковь, по слову Божию, это Церковь, церковь, у которой должны быть определенные цели и задачи. И это сегодня, братья и сестры, я говорю вам просто для молитвы. У Церкви должны быть цели и задачи. Но когда мы говорим «у Церкви», это значит, что у каждого отдельно из нас. Мы находимся в Церкви, и у каждого должна быть цель веры, цель служения, цель моего нахождения и задача. выполнять задачи. Если у тебя нет цели, вы знаете это крылатое выражение, если у тебя нет цели, и ты не знаешь, куда ты идешь, то ты туда и придешь. Если нет цели и задачи, нет чувства радости и удовлетворения от труда. Есть только чувство какого-то успокоения, что вот как бы я в стороне нахожусь. Кто-то сказал нам, нельзя уподобиться человеку, вскочившему на необузданную лошадь, и у нас с испугу начинает носить наездника взад и вперед и вокруг, в разные стороны. Так бывает с христианином. Нет цели, нет задачи. Человек приходит в Церковь, и в Церкви есть труд. Вы знаете, братья и сестры, в чем блаженство на небесах наше будет? В небесах также будем трудиться, там нет места лентяям. В небесах будет труд, благословенный труд. Бог, когда создавал человека, Он создал его для труда, потому что от труда Он испытывал благословение. Он должен был испытывать благословение до грехопадения, это было так. Он трудился и в труде находил радость. Даже мы сегодня, будучи людьми с греховной природой, слава Богу, искупленной кровью Иисуса Христа, мы находим удовлетворение в труде. Иногда там какое-то хобби, какое-то занятие, или просто ищем такую работу, чтобы нам было хорошо. А представьте, что будет в вечности. Лентяям там не будет места, поэтому надо трудиться. Причина, почему мы чувствуем себя хорошо, в том, что мы ничего не делаем, кто-то сказал. Поэтому в Церкви и у каждого отдельно должны быть цели и задачи, и достигать этих задач. Но если взять Церковь, взять отдельно каждого из нас, то задачи, они как бы простые с точки зрения определения. Достигать людей Словом Божиим, достигать людей верою в Иисуса Христа, помогать друг другу становиться более зрелыми, более духовными, как мы иногда говорим. Цели и задачи в Церкви – это учить Евангелию детей, детей, подростков, молодежь, учить Слову Божьему, возрастать, становиться более зрелыми, более мудрыми. Но недостаточно знать цели и задачи, их нужно осуществлять. И вот это для молитвы, братья и сестры. Надо молиться, чтобы Господь благословлял проповедников. Неплохо было, поможет быть, и хорошо было, чтобы в Церкви была школа благовестия, чтобы мы учились благовествовать, чтобы мы учились каждый лично благовествовать. В этом нужно работать. И это работа нас, это работа, может быть, и руководителей, но это работа всей Церкви. Это просто для молитвы. Учить детей Евангелию, учить друг друга Евангелию. У нас пока нет этой школы. Школа духовной зрелости, я бы так назвал. Слава Богу, сама Церковь является школой духовной зрелости. Но вот эта школа духовной зрелости, молитесь о разборах слова, это и есть школа духовной зрелости. Нужно осуществлять, нам необходимо очень упорно стараться, стремиться просить у Господа благословения в семейном служении. Слава Богу, много молодежи, Господь благословил нашу Церковь. Образовываются новые и новые семьи. Семьи подвергаются нападкам сатаны и общества, и философии этого мира. И молодые ребята, и молодые девочки, часто вступая в брак, не понимают, потом испытывают проблемы, теряют счастье семейной жизни. Об этом нужно молиться. Многое-многое в Церкви нужно. Что-то делается, и хорошее делается, налажено что-то, есть вещи, которые нужно организовывать, осуществлять, достигать. То есть Церковь, по слову, это Церковь, которая имеет цели и задачи, и стремится к цели, и исполняет эти задачи. И вторая мысль на сегодня. Церковь, по слову Божию, это Церковь, которая влияет на этот мир. Это Церковь, которая влияет на этот мир. Христос сказал в Нагорной проповеди, «Вы свет миру, вы соль земли». Каждый христианин призван влиять. Мы имеем Христа, братья и сестры. Зачем мне унывать? Имею я Христа. Помните эту песню? Кто может у меня его отнять? Христос в нас, Он влияет. И жизнь наша должна быть такой, чтобы у Христа была свобода влиять. Проникать в этот мир, влиять на людей. Как это делать? Как повлиять, чтобы люди уверовали? Вы знаете, что мы иногда мучаемся от того, что мы не можем произнести, может быть, ну, красноречиво, какой-то проповеди, и сказать так очень так с обстановкой, логично, людям о Господе. Мы как бы мучаемся от того, что мы не можем убедительно что-то сказать. А ведь мы должны влиять на этот мир, влиять Евангелием, влиять своей жизнью. Вы соль земли, вы свет мира. Что это значит? Это значит, Христос сказал, когда Он говорил, вы соль земли, без христиан мир бы этот разложился. И Он не разлагается только потому, что на этой земле есть верующие христиане. Только поэтому Он не разлагается. Когда Христос говорил, что вы свет мира, это значит, что Он говорил, что без Христа, без христиан мир находится во тьме. Мир, как в темной комнате. Он не может найти выход. И Он находит один выход на кладбище. Безнадежность. Поэтому вы соль земли, вы свет мира. Но очень важно заметить, братья и сестры, относительно, что значит влиять, что значит церковь Иисуса Христа влияет на этот мир. В каком контексте Христос говорил, вы соль земли и вы свет мира. Имел ли Он в виду, что мы должны оказывать помощь людям, например, на улице, бомжам? Да, если есть возможность, надо оказать какое-то милосердие. Но не это имел Христос в виду. Имел ли Он в виду помогать нуждающимся, сиротам, вдовам, старикам, одиноким? И это, но и не это в контексте Нагорной проповеди Он имел в виду совсем другое. Потому что для христиан это естественно. Иаков пишет истинное благочестие, чистое, непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Видеть сирот, вдов, потому что у них свои скорби, своя жизнь, которая нам непонятна, тем у которых как бы полные семьи. И это нужно делать, восполнять эти скорби. Но даже не это имел Христос в виду, когда Он говорил «Вы – соль мира, вы – соль земли, вы – свет мира». А что Он имел в виду? Он имел в виду в контексте с предыдущими словами с 1 по 12 стих Он говорил эту знаменитую Нагорную проповедь. Он имел в виду добрые дела относительно нашего сердца, наших семей, наших родственников, наших соседей, наших начальников и подчиненных, наших клиентов, учеников и учителей. Это наша реакция, это наша жизнь, это наш дух. И Он говорил «Вы – соль земли, вы – свет мира, имея в виду заповеди блаженства». Вот что Он имел в виду «Блаженно нищее духом». Он имел в виду это – нищета духа. То есть мир этот, он может посмеяться, им кто-то будет смеяться, но мир видит и должен видеть нашу зависимость от Бога. Мы не должны представляться в этом мире и хорохориться, что мы какие-то деловые, мы что-то можем и без Бога сделать. Мир должен видеть. И пусть 99% критикуют за это или, может, посмеются, а один человек, он примет это, на него это повлияет, он приблизится к Богу. Когда ты будешь исповедовать, являть, показывать твою зависимость от Бога, где бы ты ни был, блаженны плачущие, пусть смеются, плачущие по Богу, плачущие по заблудшим, плачущие о своих грехах, те, которые ограничивают себя, которых мир этот видит, что мы стараемся жить как-то святой жизнью. И наши падения, и наши согрешения доводят нас до слез. Мы ищем у Бога милости. Блаженны кроткие. Кротость – это уступка. Это отсутствие духа захвата, прихвата. Это отсутствие духа бахвальства. Блаженны кроткие. Когда мир видит дух кротости, это будет ли яд на него? Когда мир будет видеть, что мы ожидаем благословения от Господа, а не боремся с этим миром? Когда мир будет видеть блаженны, алчущие и жаждущие праведности или правды, ибо они насытятся. Нам не нужно скрывать свою жажду, свое стремление читать Слово, идти в церковь. Жажду по Богу нам не нужно скрывать. Это повлияет на мир. Это привлечет их к Богу. Это привлечет их к Богу. Хоть одного, хоть двоих, но привлечет их к Богу. Блаженны милостивые. Люди будут видеть милость, как мы милуем. Их милуем, ближних милуем. Будут знать характер наш, ибо они помилованы будут. Блаженны милостивые. Это и те люди, которые несварливые, не спорят. Блаженны чистые сердцем. Чистота сердца, да, она внутри, но она будет чувствоваться снаружи. Чистота сердца, это наружнее, внутренняя чистота сердца, это наружнее порядочность человека. Да, люди могут бы так же быть порядочными, с грязным сердцем, но это ненадолго. И потом, когда узнают о человеке, соблазняются, а когда у тебя чистое сердце, то и наружнее порядочность будет. И это будет влиять на мир. Блаженны миротворцы, и они будут называть сынами Божьими. Человек, христианин, должен быть известен как миротворец. Человек, творящий мир, стремящийся к миру, не ковыряющийся, не поднимающий проблему, решающий проблему, не открывающий, а скрывающий. И это на мир будет влиять. Это будет приближать их к Богу. Блаженны, изданные за правду. Блаженны, когда будут поносить вас, Игнатий, всячески неправильно злословить за меня. Вы знаете, сколько неверующих людей пришло к Господу Иисусу Христу, когда они видели, как христиан гнали, как они терпели. Христиане, через терпение христиан, люди приходили к Богу. Вы знаете, известные примеры в жизни. Может быть, мы знаем из своей личной жизни, не знаем. Одна женщина говорит, я бы пошла к вам в церковь, но вот соседка говорит, слышу за стеной, постоянно на повышенных тонах, постоянная ругань. Они ходят в церковь. Как-то сложно согласиться, хочется идти, а вот слышу вот эти вещи. А другой, я читал пример такой, пришла в церковь, а в церкви с ней как-то не обошлись. Ей так показалось. И она говорит, со мной не очень-то хорошо обошлись, но знаете, что говорит, соседка очень хорошая, она к вам входит в церковь. Поэтому вот независимо от того, как со мной обошлись, все-таки я буду ходить в вашу церковь. Соседка хорошая. Вот какая-то хорошая христианка оказалась. Ответы на угрозы, на оскорблели блаженные, знанные за правду. Да, нас могут над за правду критиковать, посмеяться, как мы отвечаем, братья и сестры. Это влияет на мир. Да, мы, кажется, терпим поражение, мы уступаем, мы промолчим, но это повлияет больше, чем наши слова, чем наши доказывания своей правоты. Поэтому церковь, по слову, это церковь, которая влияет на этот мир. Возможно, для эффективного влияния на этот мир нужны программы, да, нужны. Нужны какие-то проекты. Но самая лучшая программа, самый лучший проект, это отношение твоего сердца в этом мире. Это то, что они слышат от тебя на работе, в учебе, в твоей семье, как ты разговариваешь, представьте себе, если более 300 человек в церкви Юфлием вот загорелось бы влиять на мир с заповедями блаженства, впитало бы эти заповеди блаженства, какое было бы влияние на этот мир. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, не останавливаться, развиваться. Две вещи к молитве. Первая, церковь, по слову, то, что мы сегодня говорили, должна иметь цели и задачи. Если вы видите какие-то цели, задачи, видите какие-то нужды, молите, чтобы эта церковь осуществлялась. И вторая мысль церковь, по слову Божьему, это церковь, которая своим характером, своим отношением к Богу, своей богоцентричной жизнью, независимо от того, как люди будут реагировать, такая церковь будет влиять на этот мир, во спасение этого мира. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Ему! Аминь! Продолжение следует...